Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Скалско, Болгария, 19 июля, 24 год, пятница. Друзья, сегодня единственный день передышки после дикой жары и снова продолжается. Ну, ребят, июль, август, Болгария, это самые-самые-самые жаркие месяцы, и мы должны быть ко всему этому готовы, ничего страшного. Значит, переживем это. Ребята, не кидайте окурки за окно. В Болгарии пожары, ребята. Это просто вот, наверное, люди не все думают и не все понимают. Когда такое пекло, когда нет воды, очень такая ситуация против пожаров. Берегите страну. Ребята, мы лично вообще сейчас отказались от каких-то разжиганий грилей на участке. Конечно, это здорово, но это очень опасно, и поэтому забыли сейчас, подождем лучших времен, когда будет похолоднее, когда будут дождики, потому что нужно обкладываться шлангами и держать подул ветер, искра улетела, и все загорелось. Нет. Поэтому сейчас ничего не жарим, но это лично мы, лично мое мнение, а вам уже, как говорится, принимать свои решения. Поэтому жара не кончилась, передышка, продолжаем. Скоро поставим климатик в летнюю кухню, надеюсь, там он будет работать намного лучше, чем конвекторы у нас дома. А так, все как обычно, позитив, серьезных новостей нет. Да, друзья, сегодня вообще в мире это опять какие-то катаклизмы постоянные. Во всех странах попадало там какие-то системы. Microsoft, Windows, самолеты не летают, биржи не работают. Ну, ребят, ну а чего нам-то волноваться? Мы в болгарском селе, у нас электричество есть, водичка есть, покушать чего есть, и все растет не так хорошо, как хотелось бы. Ну, бассейн тоже спасает. Ребята, самое главное, это улыбка и позитив. И тогда можно справиться вот вообще со всеми трудностями. Очень тяжело на постоянном позитиве жить, потому что мир нам показывает сегодня вообще какие-то непонятки. Скоро выборы в Америке, Трампа там не дострелили чуть-чуть, слава богу. Дай бог ему здоровья. Вот. В Израиле то же самое, ребята, история очень неспокойная в нашей стране, потому что ничего не заканчивается. Уже там мне подписчики пишут, там вы уехали, вы там бросили страну, а мы здесь воюем. Ребята, мы с вами, друзья мои. И я очень часто в своих стримах всегда рассказываю только положительное про Израиль. Я никогда не говорю то, что вот, а знаете, мы сбежали, мы уехали из этой страны, и мы забыли, нет, у нас постоянная связь с Израилем, с друзьями, с детьми, с внуком, знаем абсолютно все, смотрим все новости, поэтому, ну, тут не пишите такое, зачем. Паспорта у нас израильские. Ребята, по новостям вообще, жесть. Из Израиля все бегут, информация проверена, уже эта информация идет уже частенько по новостям, в том, что Израиль покидают люди, покидают не только пожилые люди, ну, не только пенсионеры, не только люди, которые уже заработали себе на достойную старость, и могут жить в любой стране, которая поддерживает конвенцию. Болгария, Израиль, напомню вам, многие опять этот вопрос не понимают, Израиль и Болгария есть конвенция, друзья мои, то, что при оформлении в Израиле люди, которые заработали пенсию, которые имеют пособия, имеют пенсии по инвалидности, по старости, пособия по старости, они, оформив необходимые документы, могут жить в Болгарии на постоянной основе, только оформив необходимые документы, визоды и вид на жительство, и ничего вас не лишат, вы будете спокойно жить в Болгарии или в любой другой стране, поддерживающей эту конвенцию, обеспеченный пенсионер, ее можно назвать так, и оформите документы и живите спокойно, и никто вас ничего не лишит. Ребят, ну вот на нашем примере, нам по 54 года, у меня пенсия по инвалидности, у Светочки нет никакой заработанной пенсии, она очень много работала, ну вы знаете, сколько надо в Израиле работать, чтобы к 65-67 годам выхода на пенсию, начать еще получать какую-то добавку, люди это прекрасно знают, поэтому Светлана, дай бог нам до 120 лет прожить, Светлана в 65 лет, пенсионный возраст, через 12 лет, будет получать еще какую-то добавку. Друзья мои, ну я вообще не думаю о завтрашнем дне, честно, вот чего мне думать, что будет завтра? Опять люди спрашивают, вас лишат гражданства израильского? Нет, ребят, никто нас ничего не лишает, еще раз повторяю для тех, кто не смотрит мои ранние видео, при оформлении визоды, вид на жительство, имея этот статус, предоставив израильскому министерству Битуахлиуми все документы, заполнив все формы, никто вас не лишит ни гражданства, ни тушавута, единственное, что вы потеряете, через 5 лет непрерывного проживания в Болгарии или в другой стране, теряете больничную кассу. Ну, ребят, я вам честно скажу, я не хочу сейчас расстраиваться по поводу потери больничной кассы. Во-первых, это будет мы через 2,5, да больше, через 3 года. А во-вторых, все наши медицинские вопросы, если они возникают здесь, мы решаем здесь на месте. Вот, к примеру, у меня кончились таблетки от давления. Я, да, высокое давление, там, возраст уже, да, здесь, правда, здесь, в горной местности, я его вообще не чувствую, не замечаю, но таблетки принимать надо. Я пошел к личному доктору на прием, русскоязычному, в Габрово, без всяких очередей. Доктор рекомендован, естественно, был, не только мной. И рассказал ей историю, она выписала мне аналог моих таблеток, и все, я их покупаю прекрасно в аптеке. Покупаю их дешевле, чем со скидкой в Израиле. То же самое касается других необходимых лекарств и процедур. Нужна мне была процедура урологии, я пошел, опять же, заплатил 25 евро, частным образом, к рекомендованному урологу в Габрово, в чистый кабинет, где меня на месте, где меня выслушали спокойно, с улыбкой, медленно, и с уважением выслушал доктор. Тут же на месте мне сделал ультрасаунд. На месте, доктор, здесь в Болгарии вас не отправляют, идите туда там ультрасаунд, идите туда там это, туда там это. Тут же на месте врач мне сделал ультрасаунд, посмотрел мои, то, что я как бы сомневался, сказал, все нормально здесь, все нормально здесь, все нормально. Тут же на месте отправил меня с двумя баночками в туалет, с баночкой в туалет. Опять же, тут же я вышел в туалет, сделал этот анализ Вернул доктору баночки Доктор на месте, специальными, не знаю, этими лакмусами, бумажками какими-то Сделал, ну, конечно, нерасширенный анализ, естественно Проверил на кровь, мочу на кровь, проверил на лейкоциты Сказал, все нормально Ребята, в Израиле для этого вам нужно специально идти Не у доктора, брать баночки, брать направление Идти в определенное время в вашу больничную кассу И сдавать те же анализы и ждать после этого несколько дней Здесь все на месте, все просто Ну, как это объяснить, чья медицина лучше, не могу сказать Вы мне напишите и вы мне скажите Вот мне интересны ваши мнения и комментарии Если кто-то живет в Болгарии, напишите, что у вас происходило с медициной здесь Пока, фу-ть-фу-ть-фу, каких-то нареканий серьезных нет Нужно починить мне зубы, ребятки Ну, есть рекомендованные клиники в крупных городах Где по разговорам моих друзей, которые там были Ребят, новейшая аппаратура, хорошие врачи И платим дешевле Мой друг сейчас в Бургасе После оценки в Израиле порядка 9 тысяч евро Ему дали на его процедуры Ровно те же процедуры Вот один к одному из тех же материалов тех же фирм В Болгарии стоило Он получил цену где-то в Чуть больше, чем в два раза дешевле Он пошел Начал, я ему сказал Слушай, я не верю, там боюсь Сходи, посмотри, чего там скажи Если что, мы тоже приедем И там полечимся Он пошел на первый прием Был полностью доволен Я спрашиваю Там не больно, там грязь Дима, все идеально чисто Отношение замечательное Вот ответ Друзья, я никогда ничего не придумываю из головы Я рассказываю только те истории Которые я беру из разговора со своими подписчиками Из рассказов местных жителей Из новостей ничего абсолютно не придумываю Поэтому верить или не верить Это уже ваше право Я здесь не пропагандирую абсолютно Болгарию Я не пропагандист Не историк Не военный обозреватель Рассказываю ровно то Что происходит с нами Ежедневно Какие у нас хорошие стороны Какие у нас непонятки И, естественно, рассказываю все это вам Поэтому верить или не верить Там это уже ваше право Да Вернусь к каким-то вопросам Там, вы знаете Вот мы уехали из Израиля Сейчас не летаем туда Только потому что билеты дорогие Ребята, очень дорогие билеты Как только билеты подешевеют Я сразу покупаю и лечу Не по каким-то делам Просто слетаю Посмотрю, что там происходит Сейчас никакого нет желания Во-первых, ну, естественно, жара Жара, что здесь, что там Во-вторых, очень дорогие билеты В-третьих, друзья, в Израиль идет война Вчера на Тель-Авив В Тель-Авив попадает ракета Погибает один человек И еще раненый Ну, ну вот куда лететь, скажите, пожалуйста Это если до Тель-Авива долетает И погибает человек Кто здесь виноват Вы мне ответьте Я во всем вину Я во всем Виню только израильское правительство Израильский народ Замечательный народ Это народ сильный Это народ бойцы А политики Они просто Не знаю Нету комментариев Чтобы не сказать Чего-то такого Некорректного Наши дети Воюют Дети ваши воюют Ваши братья и сестры Они не думают сейчас О политике Они просто защищают Свою родину И спасибо им за это большое И всегда я был Я остаюсь патриотом Израиля Даже живя здесь Я всегда рассказываю Дай бог, чтобы не было Каких-то серьезных новостей Чтобы об этом нужно было рассказывать Мне очень бесит И раздражают те люди Которые Уехав Из Израиля Или из другой страны Где идет война Приехав сюда И начинают А вот там они такие А вот там все плохо Нет, ребят Нельзя так делать Я тут как-то наткнулся На одного Непонятно кого Который там говорил Вот он уехал из Израиля И больше кроме как Болгарии Для него страны нет И он забыл И не хочет думать Друзья В моей жизни Вот лично в моей Существует Несколько стран Где я очень-очень сильно волнуюсь И потому что С этими странами У меня очень много связано И до сих пор продолжается связь Первое Это естественно Израиль Конечно же Конечно Я волнуюсь за него Больше чем за все И меня больше В принципе ничего Не волнует Потому что там дети Внук Друзья И очень-очень-очень Мало хороших родственников К сожалению Вот так Вторая страна За которой я волнуюсь Это естественно Украина Хоть я и не выходец С Украины Я родился в Ленинграде Потому что в Украине У меня также живут В Харькове Отличные друзья Много В Киеве В других городах Украины И меня волнует Что там происходит Россия Да Меня волнует Потому что в России Живут У меня уже не осталось Там родственников Но там живут Несколько моих Лучших друзей детства И я волнуюсь Как они там Естественно Конечно Друзья И конечно же Болгария Потому что сейчас Мы в Болгарии Мы живем здесь Меня тоже Это все волнует Меня волнует Что где-то пожары Меня волнует Что где-то цены растут Да Естественно Все это меня волнует Я пытаюсь Обо всем Об этом рассказывать Но никогда Не обсирать И не осуждать Просто говорить правду И высказывать свое мнение Оно не всегда может быть Вам Вам подходить Особенно злым людям Им вообще не подходит Они там пытаются Что-то обосрать Там непонятно что Тут даже Ребят Про борщ Расскажи Которые варишь Или пельмени Они все равно Это обосрут Ну Да Конечно Легко сидеть На диване Предположим В Израиле Смотреть Вот они там Сбежали Бросили Ребята Я объяснил Мы во-первых Никого не бросали Наши дети Сейчас Замечательные дети Теперь у них И дача есть И другая страна Которая не могут приехать Поэтому вот Злость Здесь не катит Немножко Просто иногда Нужно немножко Подумать И включить свой мозг Ну а Ну конечно Ребята Есть зависть Самое большое чувство Самое плохое чувство У человека Это зависть Это мое мнение Потому что зависть Оно хуже Чем все Оно хуже чем Тупость Глупость Потому что Сама зависть Провоцирует Другие Очень плохие чувства Слава Богу В нашей семье Абсолютно Вот это чувство Отсутствует Ни у меня Ни у Светочки Ну и Я общаюсь тоже С теми людьми Которые Независтливые Потому что Если я чувствую У человека Зависть Я просто прекращаю С ним общаться Пусть завидует Молча себе Там где-то А мне вообще Без интереса Какая машина Какая яхта У моего друга Какой дом И где он живет Если он хороший человек Значит я его люблю И с ним разговариваю А если он плохой человек Да пусть у него хоть Золотые замки будут Мне I don't care Мне абсолютно без разницы Вот Поэтому Здесь Спасибо подписчикам Которые меня смотрят На моем канале И пишут Хорошие добрые комментарии Ребята Вас 97% Кстати По поводу 97% Ребята Я расскажу Очень интересную историю Вот вы знаете На канале 97% Положительных лайков Это можно Приравнять К 100 Почему Такой интересный вопрос Израильтяне знают Не все А жители других стран Не смогут Мне ответить И я очень жду Ваш ответ На мой вопрос Почему Господа Вопрос заключается В следующем Почему в Израиле В израильскую армию Берут После каких-то комиссий И высший бал Комиссия Это 97% Высший бал Здоровья Почему 97% А не 100% Ребята Кто ответит На этот вопрос Я Похлопаю Израильтяне Не отвечайте Потому что Вы знаете Почему 97% Где 3% Из 100% Куда они делись Очень интересный Такой вопрос Поэтому И у меня 97% Положительных лайков На канале А 3% Ну ребят Погрешность Если бы было 100% Наверное Был бы идеал Поэтому Господа Друзья мои Я вам желаю Всегда улыбаться Всегда быть на позитиве Всегда думать о хорошем Потому что Все войны Они закончатся Все проблемы Они решатся Не все Но войны Закончатся И тогда Как говорится Мы будем Пожимать друг другу руки Неважно кто Кому И какой Национальности Потому что Ребята Кровь у всех Красная И хубавден Шельхем Йом Наим Хаварим Шили И Хэви Найс Дэй Май Фрэнс Чао Чао Будьте здоровы Мира И удачи вам